Жители села Козылжар вновь вынуждены отправлять своих детей в школу в соседнем поселке. И все потому, что стены местного учебного заведения вновь покрылись плесенью. Немного истории. Эта школа уже была под пристальным вниманием общественности. Во время сильных паводков 2015 года вода затопила многие дома и школу. Уже через два года деревянный пол практически сгнил. Проблему школы даже обсуждали на уровне парламента. Летом прошлого года здесь провели дорогой капитальный ремонт. Спустя несколько месяцев плесень появилась вновь. Опасный грибок разъедает новый пол почти во всех классах. Капитальный ремонт провели в прошлом году. Прошло 4 месяца после того, как закончили ремонт, и все началось заново. Полез опять грибок, опять те же самые проблемы. Запах вы чувствуете, какой здесь невыносимый стоит. И здесь сидели наши дети. Мы не можем понять, куда ушли все средства, которые были выделены на ремонт, потому что то, что сделано здесь, этих денег не стоит. Как нам сказали, выделялось 82 миллиона тенге на ремонт школы. Честно скажу, 2 миллиона здесь было затрачено, а куда 80 делим, нам неизвестно. Невыносимый запах и головные боли – вот с чем столкнулись не только школьники, но и учителя. Сегодня педагоги отказываются работать в этом здании. Кроме того, они заявляют, что к этому делу должны подключиться правоохранительные органы. Вы не представляете, мы по 5-6 человек уходим только педагоги на больничные листы. А что происходит с детьми? У них какие-то симптомы проявляются. Мы все образованные люди, мы смотрим и читаем симптомы этого грибка, они никак не распознаются. Но все внутренности наши, естественно, страдают. И все об этом знают, и никто ничего не предпринимает. Вот это страшно. Это ужасно. Мы все здесь невольные преступники того, что здесь происходит. Сегодня школьники учатся в селе Ростовка. Для этого организовали специальный транспорт. Представитель районного отдела образования отметил, что прошлым летом, когда принимали отремонтированное здание, претензий к строительной компании не было. Проблема выявилась уже при эксплуатации. Мы сразу написали претензионное письмо. Они отреагировали сразу. И кое-где эти полы поменяли. Но дальше в эксплуатации еще больше стало запаха. Больше невозможно было. Поэтому мы сейчас организовали подвоз в другую школу. И подрядчик силами этих же подрядчиков сейчас ведутся ремонтные работы. Заливается бетоном. Вот этот деревянный пол убирается и заливается бетоном. И у них есть на 7 лет гарантия. И они обещают это все сделать. Ну, подрядчик обещает неделю или 10 дней. Вот это все заливать. А потом будем сушить это все. Наверное, 2 недели, наверное, будет, скорее всего. Я так думаю. Обещают сделать в ближайшее время. Однако у термина «ближайшее время» очень размытые границы. Это может быть и 2 недели, и 2 месяца. Так что эти автобусы для сельских школьников остаются единственными помощниками на тернистом пути к знаниям. Токжан Лянова, Андрей Тенжи, Аслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.